Эрдоган выходит из кремлевского лифта. Ранее он настаивал, чтобы встреча с Путиным прошла в Турции и желательно, чтобы то был саммит с участием Макрона и Меркель. Но вот Эрдоган в Москве идет длинными коридорами первого корпуса Кремля. Делегацию оббегают операторы и фотографы, чтобы успеть запечатлеть момент рукопожатия с Путиным. Портрет великого полководца Александра Суворова на входе в представительский кабинет. Это то, мимо чего неизбежно пройдет президент Турции Эрдоган. Никто бы, пожалуй, не обратил внимания на эти детали и совпадения. Такие картины в этих залах и на этих стенах в Кремле давным-давно. Но ведь именно в Анкаре некоторые чиновники настолько разошлись в своих воинственных заявлениях, что даже напоминали о числе войн между Россией и Турцией. Продолжение следует... И зять Эрдогана, министр финансов. Министр обороны Турции, поправив свой галстук, оценил и внешний вид окружающих. И вот Эрдоган делает шаг вперед. Аккуратно и незаметно за ним делают шаг и остальные. Помощники Эрдогана, оставшиеся чуть сзади, старательно складывают его пальто, чтобы не помялось. Красный шарф тоже, судя по всему, турецкого лидера и вокруг него какая-то суета. В Кремль внушительная турецкая делегация приехала с большим чемоданом, который ставит на стол рядом важные документы. Подходит к концу уже вторая минута ожидания в этом зале. Продолжение следует... Продолжение следует...